Скоро минует 7 десятилетий с той поры, когда отгремел салют, возвестивший о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Но память вновь и вновь возвращает нас в огненные военные годы. 23 марта Славянск на Кубани отметил светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей малой родины – 72-ю годовщину со дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. По традиции в этот день состоялся митинг. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. 23 марта 1943 года стал памятным днём в истории города Славянска на Кубани. Именно в этот день солдаты 295-й стрелковой дивизии, форсировавшие реку протоку, освободили станицу Славянскую от немецко-фашистских захватчиков. Всю ночь до утра переправлялись солдаты на западный берег реки и, сломив сопротивление групп перекрытия противника, к 9 часам полностью очистили станицу от фашистов. В этот день каждый год традиционно в нашем городе у мемориального знака воинам-освободителям станицы Славянской проходит митинг в честь героических событий. Почтить память героев, отдать дань уважения великому подвигу солдат-земляков собрались ветераны-освободители, представители городской и районной администраций, жители города и учащиеся школ. Открывая митинг, глава города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов отметил, что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед всеми, кто отстоял честь и независимость своей земли, защитил отечество и будущее своих земляков. 23 марта 1943 года, день нашей гордости и боли. Имена бесстрашных воинов-рандовиков, мужественных защитников и жителей станицы навечно останутся в нашей истории, в наших сердцах. Место митинга традиционно. Каждый год мы собираемся около памятного знака, чтобы вновь и вновь поблагодарить ветеранов за победу, почтить минутой молчания светлую память погибших солдат. Дорогие ребята, знайте и помните, что именно отсюда, на Славянскую землю, пришел долгожданный мир. Вспомнить события тех великих и значимых дней для Славянска на Кубани пришли ветераны-освободители, чьи имена навсегда останутся в летописи героизма русского народа. Один из тех, кто не понаслышке знает, как освобождали Славянский район, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Тихненко. Я был солдатом 295-й стрелковой дивизии. Дивизия эта освобождала станицу двумя полками – 884-м и 885-м. Непосредственно я находился в штабе дивизии. Наступление было начато 18 марта на освобождение по освобождению. Станица была освобождена. Мы пошли дальше освобождать Троицкую, дальше Крымскую. Чувство гордости или чувство горечи о погибших товарищах каждую весну приводит Николай Фёдорович Тихненко, как и многих его однополчан, в то же место, в тот же час – в Славянск. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Дмитриевич Коваленко приехал из города Новороссийска. Когда уже мы начали миномёт освоили, стрелять с него, пошли в наступление на Анастасиевку. Анастасиевки, значит, немцы вышли отсюда, с этого города, и туда засели они. Там последний режим, рубежщик был. Пришёл комиссар и говорит, ребята, и подошёл к нашему расчёту, ребята, делайте всё возможное, чтобы только уничтожить две точки, пулемётные две точки. Хорошо, говорят, работайте, уничтожьте. И получилось, что так оно и вышло, что мы уничтожили девяточку, пехота залегшая поднялась в атаку и сорвались и остановились аж в Анастасиевской. У каждого из ветеранов своя война, своя история. У каждого из них за плечами долгий путь – бои, потери, победы. Как рассказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Литовко, участвовать в освобождении славянских территорий было трудно. При форсировании реки, а потом и после переправы. Дождь и холод не только выбивали из строя противника, но и затрудняли движение наших войск. Наша дивизия, наш полк в первых числах марта подошёл к мосту, который идёт на Краснодар, с той стороны Краснодара. Мы первые подошли, дивизия, но побыли сутки здесь, и нас на вторые сутки сместили в сторону Троицкой. И там завязались очень ожесточённые бои. Мы наступали, было 10 танков у нас, Валентина, английские. Но погода была очень распутиться большая, и танки ползли очень медленно. В результате боя за день мы потеряли где-то 7 танков. В дни оккупации погибли более 500 мирных жителей. В боях за освобождение славянских земель пало более 8,5 тысяч человек. Об этом нельзя забывать. Тех, кто не вернулся с войны. Тех, кто не пожалел своей жизни для Родины, почтили минутой молчания. Затем к мемориальной стели все присутствующие возложили цветы. Ну а после на воду реки Протока был спущен венок в знак вечной скорби и памяти обо всех павших за нашу отчизну. Великому подвигу посвящается. Именно под таким лозунгом в день освобождения станицы Славинска от немецко-фашистских захватчиков в городском Доме культуры стартовала патриотическая акция, организованная редакцией районной газеты «Заря Кубани». Акция приурочена к 70-летию Великой Победы и 85-летию районной газеты. Первый номер районки вышел в 1930 году. И еще в те годы военные корреспонденты, в том числе и корреспонденты районной газеты «Колхозный путь», ныне «Заря Кубани», цены собственной жизни продолжали работу над выпусками со свежими новостями с фронтом. В памятный день со сцены звучали мелодии военных лет и близкие духу песни сороковых. Сегодня очень важно, чтобы спустя еще долгие годы, все так же проникновенно пели песни о войне, все так же слушали с замиранием сердца слова тех, кто сражался за спасение своих соотечественников и пожертвовал собой ради мирного неба над нашими головами.